Всем привет! С вами Коля Л. И Коля Т. Да, и мы хотим вам рассказать про Kingdom Come Deliverance, неполиткорректную игру, которая с Тру-Гритом и про Чехию 1402 года. Простите меня, я забыл посмотреть, когда там гуситы были. Тут, короче... На ворочке спят люди с удивительно чистыми ногами, с удивительно чистыми пятками, прибыли чище, чем у хиппи. Ну да, да. Хотя грибок, кажется, я вижу. Сейчас будем разглядывать, короче, грибок на ногах у крестьян тут. На самом деле один крестьянин, а второй тут Миллер занимается хлебом. Ну, мельник, да. Мельник – интересная фигура, он всех почему-то, извините, потрахивает всех в деревне, кажется, обычно. То есть вообще он со всех имеет, живет, припеваючи у него там. Другой мельник, который живет где там, где он тут живет, на мельнице Араттея, вот здесь, он живет рядом с банями. Так что, да, бани почему-то вынесены, ну, не почему-то, а, видимо, понятно, почему вынесены. Ну, там Алексей говорил, что там, извините, сральники везде на берегу. Ну, в общем, Чехия, конечно, сеттинг хороший, потому что невозможно там не испытывать. Ну, вот посмотрите на это. Как бы Чехия – это такая вот западнославянская версия белорусов. То есть также, как это сказать, помимо богатой культуры есть калорийная кухня еще, которая тоже очень похожа. Кнедлики, Коль, тут кнедлики едят. О, смотри, кнедлики, подожди, у меня что-то у меня есть с собой. Есть яблоки, да-да-да-да, нет, есть вот протели. Ну, кнедлики. Ну, хорошо живет, мясо сушеное с собой носит. Ну, я богатый достаточно, чувак, вот. Чего у нас сделать какой-нибудь симулятор как раз вот там восточных славян, то есть ты ни с кем, в принципе, не валюешь. Ты смотри, 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 короче, мизогини. Тоже морковку там сеешь, смотри, смотри. Мизогини, смотри, вот мужики. Мужики спят комфортно на лавах, тут в обогреваем помещение. А тетка где в печени, в печи вроде. А две, а две тетки спят, значит, где-то вот в каком-то, я не знаю, видишь. Ну, я бы не сказал, что это не загини, а у них мягко не на сене спят, им вообще-то лучше. Ну, может, это на сене, это на каких-то носилках, ладно. Трубак чистая, то есть вообще нормально. А вот тут вот можно мыться и показывают, как продать. Но, короче, да, надо было еще начать. Да, это тру-хардкор ролевая игра, чуваки, которые делали, ой, придумали еще, по-моему, в 2009-м, делали вот 8 лет почти, или около, собирали успешные деньги на кикстартере, и да, в ней нету ниографа. Фуу! Как в нижнем парке у нас, там тоже такие канавы. Короче, да, выглядит это, честно скажу, иногда, конечно, потрясающе, но иногда это выглядит примерно как обливи он даст hd текстурами и большим количеством травы зато видишь камыши берет дорожки до березка у меня кстати вот по моему все на медиуме сейчас не надо сейчас все перекорежь джеки но я где к тому что игра работает не так быстро конечно хотелось бы вот ну во первых потому что я сейчас видел записываю все такое авторы кишина вот дальность прорисовки например можно оценить да то есть не ну так нормально я без очков где-то так и вижу в общем вот так вот да очень 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 даже карта здесь довольно таки объемистая то есть говорят что типа почти как skyrim вот и ну конечно конечно это не skyrim то есть скажем так я ожидал больше уровня интерактивности то есть растение растение петушок или курочка растет и вот эти вот тоже вот эти цветы у нас их там в принципе и ведьмак тоже напоминает родную природу но здесь единственное чем это отличается от липецкой области что более чуть-чуть гориста так вот ну это тоже там там был семиколенов хутор а тут сухоборье если бы трава бы не кивала вся разом так в одну сторону вообще было бы хорошо лучше бы она стояла конечно стояло ну вот издалека так ну да все она кивает чем кстати что касается мезогинеи там у них главный исторический консультант это насколько я понимаю кто она архитектор тетенька по фамилии новак она там застремала всю команду то есть чтобы заставляла переделывать их все вот так вот да если что-то не соответствовало там реализму это конечно маркетинг плует и все потому что заговорят что куча вещей она там реализма не соответствует а маг и на и дашь и дашь и дашь и дашь и дашь и дать нельзя зайти вот очень много таких зданий в которые нельзя зайти не нельзя посмотреть что там внутри ничего тут ну как бы это реалистично да тут игра повернута на реализме и как и создатели повернуты на реализме вот и тогда это будка удовольствий короче поэтому чехия 1402 года но она в основном красивая конечно пустая поэтому вот если у нас население ниже было да да вот бандитов тут еще я пока не видел там даже никаких не волков не медведей естественно но надо помнить что это историческая поэтому никаких монстров никакой магии здесь нет здесь есть только ну алхимия потому что тогда она так называлась да и ну это как просто варенье с надобий короче и песка черного козла так и это и мандровора еще обязательно побольше мандровора да еще не помню в ерофеевских рецептах алкогольных коктейля была вандра кажется нет мандровора ничего хуже точно не станет кстати навыки прокачиваются примерно какой то же там у всяких моровиндах и обливинах ты набегал мне дали дополнительный пункт виталити и в зависимости от разного отжилить и вот зависимость от стата там за несколько пунктов добавляют перки перк можно выбрать например и за спринтер или марафон мэн и я думаю виталий но нет и меня гили ну ладно не обращайте внимание то есть по сути тут по коля говорит о херню всякого несу да ладно вот короче я взял спринтер чтобы быстрее бегать на короткой дистанции потому что они потому что тут надо догонять обычно тех которые съела они они быстро бегают поэтому вот у меня есть харизмы видите 7 плюс 2 знаете почему плюс 2 потому что у меня есть баф альфа мэйл а знаете почему есть баф альфа мэйл коля туга дай но мне саша говорил что там если в грязи поваляться то это женщинам нравится что такое нет я я просто сходил в те самые бани и взял там шлюху мне дали харизме после этого кто-то идет давайте с ним поговорим вообще этот если я не знаю если безобесплатно кого-нибудь уломаешь с этим с этим даже не поговорить его можно только обокрасть а так за шлюху должны бета-мейл давайте плюс один даже тут никого нет давайте просто посмотришь у него в карманах короче отнесена такая куда еще куда-нибудь тут люди кстати просыпаются если если долго валяются без сознания так что сейчас колхозе сбежали то есть нас никто там за голову не хватал сзади тоже так лежали этого хорошики его 87 хорошо хорошо и нормально вот кинжал можно взять продать в принципе все можно взять продать ну так она в средние века и было там эта книжка тысячи мог початок и не дорота и написано нашего главного героя уже несколько раз как бы ограблять оставлять когда у тебя не ровно что потому что тебе некуда медяшки засовывать есть ты кого-то ограбишь что этот бегу давайте поедем в город и конечно да еще раз извиняюсь за то что все медленно так работает ничего поделать этот счет и дает тебя зовут даниэл ваврош даниэль ваврош там что-то изменяешься два врань извинялась ворсих на два ворота ворота вон типа альфа-мейл он не извиняется никогда у него борода которую наверняка горчицы там смазываю да по части кстати у кого-то встретили во время во время о какой-то это какой-то это какой-то серьезный человек сейчас будет по-моему по моему вот это предложит до предложить час дуэль а за что такое а за три на его на его броню я такой вне извини дружеской беседы короче да тут во время у него намордник над что же все историческое здорово да да тут нападали короче куманы это я так понял турки наемники одного наемники сводного брата нашего короля которого похитили теперь тут в общем ну теперь тут сложно власть меня власть меняется вот и эти наемники в начале игры они сожгли наш родной поселок всю хату нашу сожгли можно ли у коля тебя не слышно короче да сожгли родную хату для какая из без этого был хороший короче теперь слышно что-то говорил там обернется ее сразу сожгут и все о корова а я говорю что комикс был парень из родной деревни не хочет уходить то что я сразу сожгут как он отвернется потом кстати если сразу же в первой деревне закреметь за какое-нибудь преступление в турму и сидишь долго в турме то трубу вместе с тобой сжигают и гейм-овер такие дела так что но в принципе чуваки я должен сказать что игра такая иммерсивная вот мы тут уже ходим в принципе ну как бы сколько не знаю записывать 10 минут около того и я еще ничего не сделал все равно клево вот свинья жалко как вот так вот но хотя я думаю что если сделать рпг там про современную сельскую местность то будет еще веселее наверное наверное так собственно да давайте продолжим наше путешествие в город почему это никто не мог чего никто вот не может взять там не знаю хорошо я зациклен на своих родных местах хорошо там вологодская область например сделать там йети кроме прочего там кузнечо я не понял что за дела беги я я сдаюсь я сдаюсь за что кого я ударил раньше что ли я уж не помню у меня а вот да нужно сказать что я значит на на лорда служу у меня 8 баллов может почему покатит фейл черт ладно придется я не хочу в туму я уже не помню за что нужны ладно у меня деньги есть еще на ворую ч я научили воровать так что что то что если там вот менты на тебя кинуться где-нибудь на сельской дороге это будет во всем случае в россии тоже самое насчет белорусских не знаю потому что они все там веры пугающе вежливая так нужно же нужно поесть короче и где тут у меня еще были в общем на как как вы знаете вы же конечно все уже почитали отзывы и подборки отзывов там этом анализ отзывов что-то люди роняют все скупую альф по слезу и говорят что вот батя там осады рисует за пивом но денег не дает как как в жизни какая-то сиража сиро 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 ради их кобыла и почините камера господа так наверное нужно вот это сказать попробовать надо было помыться да ну я как даже не знаю давайте попробуем господин ну вот да игра с богов на и чуваки вот рис аксесс хотя у меня всего три балла меня все-таки впустили короче да если вы играли в моровин там на самом релизе это было давно или готику 3 на самом релизе это было чуть позже но тоже давно ну или там играли не знаю вот в этом году точнее же в прошлом играли в элекс есть такая игра от piranha bites тоже сильно багованная то это в принципе на том же уровне то есть принципе вроде как игру можно пройти люди говорят и все такое но иногда иногда встречаются там можно застрянуть не знаю в стуле но это привет да даже там не моровинду это привет даггерфолу что там даггерфол по-моему нельзя было пройти сам сашу сашу барышников что он это застрял я застрял в какой-то стене вот и оставил попытки а еще даггерфолом был славен тем что он убивал сейф файлы то есть ты сохранился и думаешь что это такой хит равных карабаст но и короче когда ты играл в даггерфол там 20 лет назад надо было еще все эти сейф файлы перекладывать аккуратно в папочку в отдельно чтобы игра до них и не добралась там своя директора надо помыться потому что мне по моему бал харизма скинули за то что грязный в грязной одежде вот так так вообще-то у нас задание у нас много заданий самом деле вот я с тем человеком которого вначале показал который там спал он насчет меняют в местной гильдии воров типа взял не то что гильдии воров но вы понимаете вот гильдия мельников воров там три мельники все воруют я же говорю мельник там что-то с дьяволом сравнивать вот но вообще-то да я сын кузнеца который там трагически погиб конечно и я должен вернуть одному тут лорду или не знаю как как его там звать в общем меч который выквал мать из которые стырили а насчет хулиганы и чуть меня не убили это озвучка так себе тут но в принципе вот письмо нормально и нормально до меня атаковали собственной деревне во время того как я собственно хоронил своих родителей и свою девушку очень очень печальная история там так конечно такая не знаю чуть ли не кодзимовская сцена когда ты садил грунт трупов просто раскапываешь знакомые знакомые тела там главный герой долго плачут еще чехия не короче то есть там по ведьмаке в начале ходишь опять-таки помна сашу это произвело сильное впечатление там что ты ходишь там и щишка вот переворачиваешь всех да да мухи опять-таки мухи да короче все ребята я пошел пока ну вот можно на лошадях кататься но это я не буду красить примерно так же как и в ведьмаке 3 7 то есть не очень хорошо лошадь едет но быстрее чем нога и поэтому приходится так наверное он туда куда-то наверх ну вот здесь есть компас который опять ну вот ну вот да видите тут у лестницы непреодолим сейчас 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 как эти как норвежцы там айброук надо там хихикать и говорить скромных скромных да а вообще кстати черт это это нам это на что да это надо сердце радзик а я же хотел насчет как ее там зовут в общем сюда давайте попробуем к черту к черту службу серу радзику потому что там нас ждет девушка знатных кровей вот которые мы там рассказывали всю эту историю значит нас спасли привезли в тот замок она нас нам пришла там не знаю нас покормить перед сном и наш главный герой так и вот все сожгли всех убили нтка you don't say не знаю ну в общем да такие дела и в розку переводится будет будет охуеть вот короче love interest чую а что тут у нас опять кто это такой а это браконьер и перка дачу и главы interest браконьера можно наказать или может чуть купить а может очень купить а потом и когда давайте вот у него можно всякого мяса разного купить на мне не надо наверное поэтому не будем деньги тратить не он так нехило вообще прошелся олени кабана и зайцы там нереалистично как-то тем более где-то где туша конечно может там как у флана брайана все свои полотняные штаны засунуть но опять-таки короче больше а дом были пара и пара его избить показать вам что ли боевую систему но наверно будет убегать нет так так на что на что нажать чтобы его избить на этом мы с ними снег подержись некое смешно все поехали правда у меня дубинка у него меч но у меня затощий щит есть нам еще все немного пикселизировалась не знаю за особенности skype и все вообще я сразу до вспоминаю дагерфул очень сложная боевая система как вы видите с пяти направлений просто на оленях и зайцах качается с пяти направлений можно значит ударять противника противник защищаться тоже ну в общем что я не знаю уже насчет насчет этой битвы и стамина вон внизу есть я уже не уверен это я тут не так много людей убил ну до этого момента и особенно с мечами а вау вау ну все пара пара бежать ребят у меня еще стамины мало из-за того что я дохлый и еще и кровотечение в общем он я не знаю за мной гонится там нет вроде вроде не гонится на все пора залечивать рады они у меня стреляет замечать у него же конечно же луком сука какая тогда человечная наверняка не прочь полакомиться все убежали в лес я надеюсь давай ну да о том как свинину продаст за снег и называли постная свининка время волны так забинтовался нет еще надо кентюз айтман комбат связи вообще каннибализм старт реки каннибализм там в этом теле ретесь в этом волтерт карбон там эти дерипаски съели тигра есть такое да вообще везде то есть тигр конечно не каннибализм но как-то это так так что я еще в комбате или нет где он я уже хочу запинтоваться потому что невозможно на такая упустил возможность во время боя сказать палку палку давай еще и все еще не по это я первый раз чуваки бинтует поэтому не судите я не знаю как это делается то есть наверно все а еще 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 чуть блин много надо все так блин это было конечно неудачно давайте давайте продолжим как-то воспринимается это все вот легко и короче я чую так что и не знаю как вот уже предчувствую вердикт что пусть его в раба не чинит а деньги у него будут и можно будет это без фронта даже можно будет взять хайпа вокруг игры просто огромный огромный объем значит все такое поэтому я там уже купили наверняка сотни тысячи ножей и на консолях на пика вышла я вообще не представляю как не накатил как они вообще выпихнули на консоли да да мне скажешь что тебя девушка искала так что иди там замок найди ее поговорить отчисовый смайл или кстати надо оружие это убрать пойти помыться полечиться стефани зовут точно стефани от ничего ничего не тифани или не бренда не знаю какие-то какие-то локализованные видимо имена для это реалист реалисты хреновая вообще ну ладно понимаешь что данного это хп пушин еле-еле лечит потихоньку такое такое вот топор даже вот торчит допустим взять нельзя вот это мне не нравится тут можно было бы можно было везет да у нас тоже принципе несколько заданий интересно как это как общается эта игра прости что перебиваю до 7 в такое не знаю выживленный бодловатое состояние ввела это вот этому что мы наверно всех так на в той стороне да короче что-то имеющий не сказал до системы сохранений такой вот такой чуваки про моды васяна низко про моды васяна подачи на токенпоинт что напоминает а блин сожди они это же вначале сказал в крови но про масяна забыл в общем да система сохранений такова что наш главный герой он должен либо спать в кроватке чтобы сохраниться а кроватку нужно конечно найти просто так и не смастеришь там из ниоткуда или должен пить сохраняющий шнапс называется сейвер шнапс или спасительный шнапс не знаю вот шнапс дорогой весьма дорогой то есть ведь 100 грошей стоит там допустим кп по ушам стоит 35 а все остальные вот всякая еда 1 там 6 мало то есть ну дорого и может сделать с помощью алхимии для этого нужно учиться алхимия еще пока нихрена не умею я даже читать не умею смотрите где тут у меня есть книжка как первое можно взять но там нужно квест выполнить научиться читать его начать вот ну я же сын вкусница куда же я умею читать вместе карты карты по-моему блюприн же надо читать там карты нормально вот по моему я видел книжку открываешь книжку и там но всякие каляки-маляки бельберда ничего не понятно потому что персонаж не умеет читать да такие такие дела ну хорошо хоть в сортир тут ходить не надо на том спасибо так вот да и и по-другому сохранить нельзя игра не сохраняется во время выхода например то есть но это для меня конечно огромный минус потому что если жена или ребенок что-то хочет то ну нужно там бросить все эти что-то сделать я не могу это сделать потому что ну потому что нужно игру там на паузу ставить и не выходить не а если нам компьютер уже выключить или что-то такое в общем да и там многие в интернете говорят там что это типа реализм и ну хардкорный rpg так чуваки если он хочет реалий хотят к реализму вообще никак не относится если он хочет там хардкоры реализма но просто не сохраняйтесь вот но нормальная система сохранения должна быть потому что если вот ну как в этой игре ну если вы помните да очень много багов которые приводят потому что игра там крашится игрок застревает день приходится перезагружать и ну каждый раз из-за этого тратить там час-два прогресса это это не дело давайте пойдем просто походим я не хочу как это делать на самом деле скоро сделают мод на сортир и вот на это на мод на сохранение уже сделали на пика там скачи скачивать очень небольшой файлик который делать также но можно сохраняться как со шнапсом только шнапс не тратится вот и все и при этом еще при этом кстати да я забыл упомянуть что если ты шнапсом сохраняешься потом загружаешься ты пьяный некоторых то есть если много сильно загружаешь загружаешься и сохраняешься с помощью шнапса можно алкоголиком стать такие дела но не знаю правда если у этого какие-то долгосрочные последствия в развери вообще вот чё еще лог пикинг да давайте вам лог пикину покажу сейчас мы тогда отправимся опять обратно блин туда сюда горочи считаешь надеюсь что по дороге нас там опять не встретить какой-нибудь злой браконьер а вот да тут еще нужно ну как вы поняли не все они не игнор не буду никого встречать по дороге не хочу вот я забыл смахаться все-таки можно да да можно вот я забыл сказать да что вместе с нужно есть спать и все такое вот пить пить хоть не надо только еда нужно вот такой долог пикинг это ну почти такой же бушит как и захоронения так блин не получилось игнорировать а это тут они тоже другой кто-то good man чё faint hunter heart of night что такое слабо слабо хорошо очень отдулся это это какой-то не такой уверенный в себе не такой бронированный не 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 все такие дружелюбные на самом деле да только если они там не в какой-нибудь армии которая приходит твою деревню сжигать а так все хорошо друг другом обращаются так вот где тут был сундук на котором можно тренироваться ох по моему так вон там насчет вот этот вот вот этот вот кружочек нужно поместить туда где она золотое до зажать левую кнопку мыши нажать d она начнет вращаться и ты как бы ну ну и вот вот так вот ты пробуешь пока 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 не откроешь ну и дело в том что а ну да кстати кстати как во всяких морминдах было вот можно на тренировочном сундуке раскачать лог пикинг до небес и потом не будет проблем да ну в общем при каждом вот таком при каждой неудачи такой а еще и стол скачается нихера себе кто я тут проведу ближайшее время значит черт но сейчас он опять закроется наверно да нет пока что open 1 блин не он а вот все закрылся будем качаться так вот при каждой такой неудачной попытки отмычка ломается и отмычки дорогие отмычки быстро заканчиваются из учете тех сохранений до которые говорил вот пикинг сложная штука и это на клавиатуре с мыши и там у чуваки каращину которые играют на консоли я вообще очень только подумал про просто про соснули и мне вообще как-то стало даже немножко на геймпати очень сложно я не пробовал но я представляю вот очень похожий и пикпокетинг то есть для пикпокетинга нужно стать сзади человека и там гора еще нажимать кнопочку держать я так же он тебя не заметил а если он куда-нибудь идет за ним нужно следовать ну в принципе настоящий вор вот но очень-очень сложно чуваки хардкор хардкор вот сейчас кстати ночь будет ночью люди все спят и у тех кто спит красить гораздо проще он-то на наш мельник который нас значит выручил у нас тут отходил со своей дочери и он дочь придем с ней поговорим шли шанта мне расскажет тереза финсер это волк я щас не могу мой да ладно да ладно я что я что немытый пойдемте где тут помыться можно черт черт у меня еще и баф на плюс 2 харизмы пока висит то есть не сейчас пропадет даже вообще было непривлекательный мужик огня кстати да он у меня поранен торс то есть я весь в шрамах я даже нравится это игре в очередь ставил ну видите как все аутентично то есть тут вот костя ауда пойдем задать угостите меня репа я вас я вам торс расцарапаю есть там еще какие пункты про которые я забыл или нет я за счету порыла это анекдот про коктейль но не знаю но смешной такой направил там что это там проразовались там на курорте это жарко и в общем там пытается юноша подкатить девушки она говорит давайте так вы мне принесете маргариту а я вам спину расцарапаю это сейчас сейчас мы попробуем марсера чтобы нам спину расцарапали по моему денег у меня хватит все можно визу вас и венерические болезни всякие есть тут никто этого не боится баф мэйт вот вот наша вот наша и что-то что-то меня тут уже не приведи не привечает хотя я в прошлый раз заплатил нормально и дорогуша ток не так ну ладно пойдем очень ты нет ну вообще разложите модели все одинаковые но тут все женщины и такие на 9 10 все мужики как будто из принтфилда и главный герой тоже кстати из клаверфилда можно вот куры убегают или нет ну ка ну ка ну ка в эту тучку корни убегают а вот овечка убегали да но до из вовра зельду не котирует по тиген чайса но если курицу удалить тебя могут оштрафовать и в дурму бросить если денег нет вот так что вот такая игра чуваки я так думаю что глубины в ней там ролевой системы боевки и так далее очень много но вам придется ее раскапывать добывать удовольствие тяжело тяжело потому что багами производительности там и так далее вообще ну очень очень неровные углы у этой игры так что как как есть ну понимаете что эта игра может не масштабов там skyrim и так далее но люди старались сделать таких масштабов игру а их там всего 70 человек в студии или по моему так что стоит ли ее рекомендовать коля ты бы купила там 1300 рублей ты готов тысяч 300 рублей она стоит в россии в стиме но я же сказал я и со скидочкой возьму но да да вот на консолях и бы точно не когда на консолях она стоит 60 баксов или сколько ну то есть full price как как какой-нибудь horizon зердаун там поэтому мне на консолях и бы точно скидки подождал афика но если вам прям очень хочется вот сильного погружения здесь есть такое только придется но потратить много времени и сил вот так вот так ночь здесь кстати ваще темным темно нихера не видно то есть нужно нужно идти спать просто ждать утра вот так что да всем спасибо за внимание по моему я все рассказал большое спасибо не заметно мне было весело смотреть на это да ну несмотря на то что я вот за видео практически ничего не сделает попал в одну драку где мне набили морду чуть не убили вот я поговорил я не знаю почему но как-то это очевидно это все вот эти вот эффекты там мест похожих на родные работают да ну вот кстати один большой минус наверное это то что вся карта она здоровая да но вся она же выглядит примерно получается одинаково вот вот так вот то есть здесь нет там заснеженных каких-то ну гор или там насчет какие-то подземелья естественно тоже нет ничего такого просто вот пастораль такая ну а то реалистично правильно все всем спасибо за внимание тоже долго пишемся ставьте лайк если вам понравилось дайте like если вам не понравилось это видео там пишите в комментарии задавайте вопросы если у вас какие то есть вопросы про эту игру до подписывайтесь на канал если вам понравилось опять же подписывайтесь на там не только видео про всякие игры выходит еще выходит подкаст еженедельный коллективы интересные приезжают пойдемте кстати сядем тут блин я забыл сказать замечательный момент когда садишься тебе дают баф на чтение то есть ну когда когда сидишь удобнее читать вот и такой же баф дают когда сидишь там в сортире например так что да игра и реалистично на самом деле если вам очень нравится значит то что мы делаем можете а да еще например блин вот хорошо что это же девушка вынесла жбан в начале игры батя говорите сходи за пивом игрит игры чтобы холодненькое было пока так вот если ты сходишь за пивом и тебе дадут жбан и ты там пойдешь другие задания выполнять пиво будет теплым батя на ругает если сразу принести похвалит скажет молодец холодненького принес как надо ну и так здесь до во всех квестах да если вам очень нравится то что мы делаем сразу видно хорошие товарищи приходите на патреон ссылка внизу вверху везде где можно дам дать нам денег там 1 доллар месяц 2 доллара месяца так далее сколько вам угодно сколько вы можете мы будем очень-очень-очень благодарны это нам очень-очень помогает я отдельная благодарность тем кто и уже нас поддерживать таким образом вот все пока всем пока